так ладно да это уже клише это huawei мейтбук x очень тонкий компактный и легкий ноутбук весит всего один килограмм при этом у него сенсорный дисплей с разрешением 3к чувствительный к силе нажатия тачпад и абсолютно вот от слова совсем бесшумная работа всем привет меня зовут ваня остапенко вы на канале хай-тек mail.ru и сейчас мы будем разбираться для кого этот ультрабук и на что он вообще способен если вы заблудились в экосистеме huawei то мейтбук x это среднее звено между флагманским x pro и стандартной линейкой мейтбук 13 про железо поговорим потом но по дизайну x пожалуй самый изящный из всего семейства я думаю даже не нужно рассказывать какие плюсы от такой портативности это означает вы можете положить его в любую сумку или маленький рюкзак он не будет вам давить колени и оттягивать плечо когда вы будете носить эту самую сумку короче такой идеальный вариант для поездок первое что бросается в глаза монолитный корпус где решетки системы охлаждения откуда я буду пыль выковыривать как вообще заглушать музыку ревом вентиляторов да никак здесь вообще нет вентиляторов система охлаждения пассивная в шарнирах крышки спрятаны тепловые трубки которые отводят лишний градус отводят ли на самом деле обсудим дальше ноутбук полностью сделан из металла очень нравится как выглядит друзьям показывал все выражали свое почтение цвет необычный мерцающий серебристый такое не стыдно развернуть в кафе в старбаксе например можно легко мимикрировать под хипстеров с маками крышка открывается одной рукой есть выемка для удобства мерси за выемку вот отдельная сканер отпечатков совмещен с кнопкой включения это очень удобно вы жмете кнопку и система сразу еще до загрузки винды запоминает отпечаток 8 секунд ждем вуаля сразу рабочий стол это не новшество но все равно впечатляет дисплей отклоняется на 140 градусов хотелось бы побольше как в мейтбук d14 там крышка на 180 раскрывается но для работы за столом хватает сборка шикарная придраться не к чему одним словом преми ум ну и чтобы не возвращаться к дизайну клавиатура тут клавиатура раскинулась прям от края до края корпуса клавиши большие с ультрабучным ходом 1,3 миллиметра я к такой привык большинство текстов печатаю на похожий никакого дискомфорта две степени подсветки отклик тихий и вот личная радость кнопка включения далеко от делит пламенный привет asus я сейчас мог бы начать заигрывать с вами где же камера но это уже не новшество не сюрприз huawei давно прячет во флагманские ноутбуки камеру в кнопку между клавишами f6 и f7 плюс это никто за вами не следит не надо заклеивать вебку убогим скотчем рамка сверху тонюсенькая минус 1 собеседник будет смотреть вам в ноздри разрешение камеры 1 мегапиксель я вообще очень надеюсь что вся эта история с пандемией зумом видеозвонками подстегнет производителей ставить нормальные камеры с разрешением хотя бы 5 мегапикселей потому что скорость современного интернета уже позволяет передавать потоковое видео с высоким битрейтом тем более my book x поддерживает вай фай 6 обещают скорость загрузки до 2,4 гигабит в секунду так ладно пора переходить к самому сладенькому это дисплей и черт как же он хорош это ltps матрица на основе низкотемпературного поликристаллического кремния плотность 278 ppi хоть с головой в экран влезай картинка очень четкая точная цвет передача дисплей my book x охватывает 100 процентов диапазона srgb и 70 процентов dc ip3 я фоточки обрабатывал на нем скажу честно доволен дальше яркость 400 нет если сидите дома или в офисе у окошка то все видно будет да тут глянец на солнце брикует но чаще всего запас есть также глубокий черный цвет быстрый отклик в динамичных сценах и контрастность 1500 к одному ну и рамки по 4 миллиметра вокруг очень тоненький вообще красота вы посмотрите только хорош более того панель сенсорная я лично не вижу в этом смысла потому что в детстве отучили тыкать пальцем в монитор но здесь олеофобное покрытие и есть те кому действительно нужен сенсор и кто к нему привык соотношение сторон нестандартная 3 к 2 по мне так лучше чем 16 на 9 ведь для чего этот ноут работа с документами веб-браузинг то есть где контент просматриваешь вертикально или вот обработка фото в лайтруме больше места под панельки освобождается фильмах конечно вылезают черные полосы но как-то не напрягают опускаем взгляд и что видим тачпад вроде обычные только до самого края непривычно но вот именно на тачпаде huawei оторвалась по полной здесь поставили сенсор который на всей площади определяет силу нажатия и классических механических кнопок тут нет если надавить посильнее вы получаете тактильную отдачу такой моментальный щелчок такой толчок в палец по ощущениям как от механических кнопок но зато работает повсюду я моментально привык и думаю вам тоже понравится естественно винда поддерживает жесты скроллинг двумя пальцами масштабирование вызов поиска и все такое жесты работают и с сенсором свайпаем тремя пальцами и дальше делаем скриншот хотите всего экрана хотите только области удобно и конечно нельзя в разговоре про ноутбук huawei не упомянуть технологию huawei share если коротко то share синхронизирует смартфон и ноутбук вы можете перетаскивать фото видео целые куски текста звонить через ноутбук у гаджетов как бы появляется общий буфер обмена данными вот именно про такую экосистему говорит huawei это лишь малая ее часть для подключения раньше нужно было коснуться специальной метки на корпусе синяя наклейка такая многих это наклейка бесила кто-то и вообще отрывал а потом а чё такое о чем не huawei share не работает теперь отрывать нечего nfc спрятан под тачпадом вот сюда подносим смартфон и опчки магия в мультискрин открылся теперь могу управлять смартфоном с компа очень удобно не нужно тащить кабель выкидывать в облако или загружать в избранной в telegram мне вы просто скинули на большой дисплей от редактировали фото или документы закинули обратно за секунды все очень удобно ладно я знаю чего вы на самом деле ждете что по железу ok intel core i5 десятого поколения 4 ядра 8 потоков теплопакет 25 ватт и turbo boost до 4,2 гигагерц графика само собой встроенная дискретка без активного охлаждения тут бы все сожгла на хрен зато памяти не пожалели 16 гигов оперативный 512 постоянный ssd приятно удивил разгоняется до 3200 мегабит в секунду насколько можно разгуляться с таким комплектом но на самом деле все упирается в систему охлаждения и графику процессор нагревается до 62 градусов и сбрасывает частоту до 1 гигагерца это сейчас имею ввиду такую постоянную лютую нагрузку то есть как вы понимаете компьютер не для игр но ультрабук с пассивным охлаждением и так не позиционируется как игровой тут что самое главное быстрый емкий ssd и много оперативной памяти вы моментально запускаете word и excel ворочаете слоями фотошопе и открываете по 20 вкладок в хром вот с этим мейтбук x справляется великолепно в lightroom да еще с таким приятным тачпадом работать одно удовольствие более того я решил рискнуть и открыл адол премьер проект про huawei made 40 про кстати видео есть у нас на канале так вот проект снятый в full hd все футажи идут без лагов даже в полном качестве и при перемещении по таймлайну превью быстро подгружается экспорт 7 минутного ролика ваш 264 пусть и без эффектов занял всего 8 минут так что быстрый монтаж на коленке в дороге этот малыш осилит по разъемам ситуация следующая юсбиси справа юсбиси слева и миниджек под наушники и микрофон оба юсбишенька годятся для зарядки и передачи данных оба поддерживают дисплейпорт собственно это все благо huawei кладет в комплект переходник на юсбиси юсби а hdmi и вга перечисляю по памяти потому что переходник нам не заслали поэтому вот фоточка окей переходник штука полезная маководом пришлось бы отдать еще пять семь тысяч за него но вот то что не завезли thunderbolt это конечно жалко не помешал бы но зато для мощных динамиков место нашлось их тут 4 очень громко звучат да не хватает баса но что вы хотели такого тонкого корпуса главное звук чистый и объемный для записи звука используются два микрофона которые находятся в нижней части под тачпадом и как уверяет хуавей качество отличное будет даже с расстояния 5 метров кстати оцените за одно качество видео я сейчас снимаю на вебку и вот так до вас будет видеть собеседник зато его можно быстренько спрятать если что насколько же хватает такой крохи внутри стоит батарея на 42 ватт-час точно такая же как хуавей мейтбук 13 в тесте писи марк модерн офис когда запускаются документы браузер видеозвонки заряда хватило на 9 часов в режиме самолете и на 50 процентов яркости видео full hd крутилась 8 часов без остановки вполне достойный результат учитывая 3к дисплей и 14 нанометровый процессор заряжается мейтбук x вот от такого маленького адаптера весом чуть меньше 200 граммов с нуля до 100 процентов за 1 час 40 минут если вы помните мы начали обзор с вопроса для кого хуавей мейтбук x ясное дело этот ультрабук не для всех как минимум из-за цены в официальном магазине он стоит 115 тысяч рублей но до 28 декабря можно отхватить за 98 тысяч и при этом получить в подарок либо рюкзак либо мышку либо роутер хуавей в первую очередь хуавей мейтбук x зайдет активной молодежи студентам программистам офис ником фотографом почему бы и нет дисплей кайфовый photoshop и lightroom тянет и вообще подойдет всем у кого в приоритете не лютая производительность а именно портативность малый вес скорость загрузки конечно многие сейчас скажут да я за эти деньги лучше соберу пк с rtx 3060 и буду фигачить в киберпанк и будут правы другие скажут да я лучше потаскаю игровой ноутбук весом 2-3 килограмма зато у меня будут игры классный монтаж 4k видео но отличная по крайней мере до пандемии часто мотался в командировки и на презентации иногда с одним рюкзаком то есть отель самолет автобус выставка в лавочка в парке встреча с коллегами работа могла застать где угодно им если при этом еще за спиной у тебя аппаратура для съемки одежда то 23 килограмма таскать с собой с утра до вечера нет спасибо а да еще если игровой ноутбук то для него зарядку на полкило но тоже нужно носить с собой постоянно и вы тут вообще не хочу пас вот в таком случае важен размер вес и удобство работы если вы ищете ультрабук по этим критериям то легкие тонкие и довольно производительный мейтбук x скорее всего вам зайдет но если вы вообще собираете экосистему huawei вокруг себя чтобы быстро подключать смартфон к ноуту наушники к смартфону и так далее то еще и от huawei share будете в восторге так ну вроде все разложили по полочке ждем ваших комментариях может быть вы вообще топите за игровые ноутбуки или предпочитаете ультрабуки или вообще вы пика боярин может напишите про этот ноутбук что зацепило дисплей возможно цена или система охлаждения ну а я с вами прощаюсь до новых гаджетов подписывайтесь на канал всего хорошего пока